Всем привет! С вами снова я, офтальмолог Анна Смирнова. И сегодня я хочу закончить рассказы про торч-инфекции, чтобы уже у всех сформировалось понимание, насколько это опасно, не обследоваться и насколько это важно вовремя находить всякие патологии и лечить их. У нас остались из торч-инфекций три буквы, на самом деле. Это герпесы, это краснуха и это остальные, скажем так, инфекции. К остальным, в принципе, можно отнести любые инфекции, которые могут сопровождать ребенка, мать и плод. Поэтому мы с вами поговорим сейчас о краснухе и о герпесе. Герпес простой, герпес первого типа, в принципе, есть практически у каждого человека. Ну, не у каждого, но 90% так или иначе сталкивались с ним. И, в принципе, при сохранном иммунитете он не дает никаких осложнений. Немножко хуже с герпес зостр, который проявляется в виде таких визикул, образующихся по ходу нервных волокон и которые очень болезненны. Вот в основном они появляются по межреберным нервам, еще где-то. Связано это, как правило, со снижением иммунитета, то есть если вы недавно переболели гриппом, вполне возможно, что у вас выскочат вот эти вот визикулы, жутко болезненные и очень неприятные. Чем неприятно это для офтальмолога? Для офтальмолога, в первую очередь, это неприятно кератитами. Герпетические кератиты – очень тяжелая патология, которая сопровождается выраженной болью, светобоязнью, снижением зрения и это длительное лечение. Как правило, у взрослых остаются рубцы на роговице, которые мы видим даже после полного излечения. Герпетический кератит на роговице выглядит как такое дерево, когда мы его подкрашиваем специальным флуорициновым красителем и смотрим через синий свет. Он выглядит как такой кустик небольшой с несколькими веточками. Это характерное довольно для него течение и ни с чем спутать его нельзя. Если вдруг по каким-то причинам человек пропустил момент начала герпетического кератита, хотя это очень сложно на самом деле, такие боли, что человек сразу идет к доктору, но если вдруг такого не случилось и доктора под рукой не было, то может развиться более крупный кератит, язва роговицы, и это, конечно, уже проблема довольно большая, там будет грубый рубец. Лечится все это не один день, это не проходит на капельках, это надо закладывать противовирусные мази, тот же ацикловир, есть даже мази с ганцикловиром, правда, в России их мало, верган и зерган, последние мази, которые я видела с ганцикловиром. Но, тем не менее, ацикловир есть, его аналоги тоже есть, и это лечение длительное, плюс системное лечение обязательно. Если мы видим герпетический кератит, мы назначаем в таблетках ацикловир тоже, в дозировке соответствующей возрасту и весу, скажем так. И, что очень неприятно, этот кератит может рецидивировать. То есть, если он был в одном месте, он может вылезти там еще раз, так же, как герпес на губах. Если он появился один раз на губах, он будет вылезать в этом месте при каждом снижении иммунитета. Чем это опасно для детей? У детей это опасно тем, что у них такие проблемы распространяются очень быстро. В связи с тем, что еще нет нормально сформировавшейся иммунитета, им сложнее бороться с вирусной инфекцией, и роговица мутнеет очень быстро. Развивается вторичный вид, и, соответственно, гипертензия может развиться, глаз может, в принципе, ослепнуть даже от такой ситуации. Поэтому очень опасно, если есть обострение герпетической инфекции, оставлять ее без внимания. И второй момент, вторая инфекция, по которой бы хотелось пробежаться – это краснуха. С краснухой сейчас встречаются не так часто, но она от этого не становится менее опасной. Врожденная краснуха крайне опасна. Это очень тяжелое заболевание, при котором даже очень сложно потом лечиться. Оно приводит к различным врожденным порокам развития. Из глазных проявлений это будет, в первую очередь, врожденная катаракта и различные патологии заднего отрезка глаза. Ретинит и прочие неприятности. Но, помимо этого, она еще и дает большие проблемы по неврологии. То есть это микроцефалии бывают, это врожденные пороки развития. Поэтому краснуха, несмотря на то, что ее не так много и она не так часто встречается, это одна из самых неприятных инфекций у беременных. И поэтому их обязательно стараются либо вакцинировать до беременности, либо лечить уже, если есть краснуха, но обследовать в первую очередь. Поэтому, если вам предлагают сдать анализы на титр антител к краснухе, к герпесу, к другим особо опасным инфекциям для беременных, то не пренебрегайте. Это надо делать, тогда вы, скажем так, сохраните и свое здоровье, и здоровье будущего ребенка. Что крайне важно, ведь все хотят, чтобы дети были красивыми, умными, здоровыми и счастливыми. Поэтому не болейте, вовремя обследуйтесь и до новых встреч. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и пишите комментарии, на все вопросы отвечу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!